Добрый кучер, с вами Вечер, и это почти ежедневный обзор новостей виртуальной реальности. Погнали! Релиз ритма игры Smash Drums в июне. Выпуск второго сезона для Population One, который покажет, у кого самая быстрая рука на всем Диком Западе. Новое фитнес-дополнение для Крит, Rise to Glory. Почувствуйте себя выживающим Ди Каприо в сурвайвл-игре Green Hell VR. Анонс девайса, который позволит вам погладить виртуального питомца. Для Population One вышел боевой пропуск второго сезона, который принес с собой огромное количество изменений. В этом сезоне, получившем название Фронтир, вас ждет новая область карты, которая обновляет старый район Клиффсайд. Теперь он имеет стилистику Дикого Запада, а общее количество игроков увеличено до 24 в одной сессии. А также добавлено новое оружие и предметы. Фронтир приносит с собой все ожидаемые обновления. Здесь есть гигантский седан, пианино и даже бьющиеся бутылки. Снаружи вы найдете динамит и бочки, которые можно взорвать, гигантский вокзал и зону Родео. Поэтому для многих Фронтир это долгожданное изменение обстановки, которое в сравнении со старой в значительной степени однообразно. Также в этом сезоне появится новый вариант Десмач, но подробности о нем стоит ожидать позже. Сам боевой пропуск стоит 5 долларов. Разработчик Инкува Геймс представил официальный игровой процесс из своей предстоящей игры Green Hell VR, где вам придется сражаться за свою жизнь, выживая в джунглях Амазонки. Что отличает игру от аналогов в жанре, так это опасности, с которыми можно столкнуться в джунглях. От смертельной дикой фауны и флоры до разрушительных тропических болезней. По словам разработчиков, мы считаем, что виртуальная реальность – идеальное средство для рассказа удивительных историй. Не обязательно закидывать врагов множеством пуль или использовать тонны огнестрельного оружия, чтобы получить удовольствие от игры. Каждый может насладиться игрой в своем собственном темпе. Они могут сосредоточиться, например, на строительстве самого большого лагеря, который могут предоставить джунгли, и почувствовать себя знаменитым Бэр Грилсом, создавая полезные предметы из того, что могут предоставить эти самые джунгли. Также сообщается, что версии для ПК-ВР и Квест разрабатываются независимо друг от друга, из-за чего они будут отличаться. Однако, пока что разработчики не спешат делиться подробностями. Владельцы Oculus Quest 2 получили бесплатное обновление для Creed Rise to Glory, добавляющее режим выносливости, который при помощи Oculus Move позволит отслеживать свой прогресс и видеть, сколько калорий вы сжигаете. Самым большим изменением режима является то, что система виртуальной выносливости в игре была полностью удалена, поэтому ваш персонаж устанет одновременно с вами. Это должно позволить тренироваться, не беспокоясь о том, что игровые системы вас ограничивают. Также вы можете заметить некоторые визуальные улучшения, такие как улучшенные текстуры и тени, которые также были добавлены в этом обновлении. Игра доступна в Oculus Store по цене 15 долларов. Возможно, это самое странное устройство тактильной обратной связи, которое мы когда-либо видели. Исследователи из Тайваньского национального университета работают над уникальным контроллером, который использует технологии виртуальной реальности и искусственный мех для имитации ощущения животного из семейства кошачьих. HairTouch, как его называет команда, имеет уникальный, хотя и сложный дизайн. Управляя длиной и направлением небольшого участка искусственного меха, закрепленного под указательным пальцем пользователя, устройство может воспроизвести ощущение ласки небольшого пушистого зверька в виртуальной реальности. Когда пользователь поглаживает спину, голову или живот виртуального животного, контроллер изменяет положение и длину меха. Это устройство – прототип, который все еще находится на ранней стадии разработки, поэтому нет нужды ожидать коммерческого выпуска в ближайшее время. Однако, когда технология станет зрелой, ей найдется практическое применение. Представьте, вы надели гарнитуру VR, чтобы посетить виртуальный контактный зоопарк. Одновременно вы сможете и полюбоваться зверушками, и в то же время не мучать настоящих животных. Согласен, пример такой себе, но думаю, суть вы уловили. В следующем месяце в App Lab состоится релиз ритм-игры Smash Drums. После феноменального успеха Beat Saber мы все чаще и чаще получаем похожие игры, и Smash Drums как раз один из них. Геймплейно – это что-то среднее между Beat Saber и Guitar Hero. Однако, в отличие от того же Beat Saber, здесь вы будете не оценивать лучшие обновления. Магистер Скайуокер! Их слишком много тут! Что нам теперь делать? А играть на виртуальных барабанах. В игре также занимательно выглядит и окружающая среда. По мере того, как вы продвигаетесь по песне, окружение вокруг вас будет разрушаться медленно по частям, которые для усложнения игрового процесса время от времени будут лететь в вашу сторону. Релиз Smash Drums ожидается 17 июня для Oculus Quest через App Lab по цене 20 долларов. А на этом все. Ставь лайк и подписывайся на канал, если досмотрел видео до конца, и да пребудет с тобой VR! Продолжение следует... Продолжение следует...